Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в Рахманинском зале Московской консерватории. Сегодня мы продолжаем цикл, который является абсолютным раритетом музыки нашего времени. Цикл концертов в современной классической вокальной музыке с участием звезд российской и мировой оперы и молодых концов. Самое главное, что в программах цикла звучат произведения всемирно признанных авторов и музыка молодых композиторов. Всем известные произведения из оперового репертуара, редко исполняемая музыка. За два года существования проекта в концертах уже были исполнены произведения более 30 композиторов. Первый концерт в действительности должен был состояться еще в эпоху пандемии, но он перенесся и состоялся год назад, а затем мы продолжали и продолжали. Но если вы наберете в интернете музыку нашего времени, вы сможете увидеть то промо, которое было сделано весной 20-го года в то тяжелое время, но артисты отважно пошли на дистанционную запись, и это состоялось. И это очень красивый ролик, но присутствие в зале, конечно, всегда гораздо хорошей. Итак, музыка нашего времени. Поверьте, поистине уникальный цикл. Я все время рядом и становлюсь свидетелем. И величайшая заслуга в том, что вообще этот цикл появился, принадлежит инициатору, организатору и концертмейстеру, на самом деле, исполнителю, абсолютному музыканту. Это наша великолепная Карина Пагасбеков, которую вы встречаете. Аплодисменты! Итак, концерт проходит, вы видите, в двух отделениях. Мы начинаем первое. У нас небольшие изменения в программе. К сожалению, не будет первого номера, который напечатан в программе. И мы сразу начинаем с музыки Валентина Сильвестрова. Народный артист Украинской ССР родился в Киеве, поступил в Киевский инженерно-строительный институт, но после трех лет учебы в середине учебного года покинул его и поступил, ну, как вы думаете, куда? В Киевскую консерваторию. Одна из главнейших стилевых чат творчества Сильвестрова — медитативность. Для его музыки характерны долгое вслушивание в движение времени, внимание к мельчайшим деталям. Название одного из вокальных циклов само за себя говорит тихие песни. Но, несмотря на принадлежность к авангарду, Сильвестров считает, что, цитата, Только мелодия делает музыку вечной. Сегодня прозвучат два романса из вокального цикла Валентина Сильвестрова «Ступени». На стихии Федора Тюнчева «Тени сизые смесились» и на слова Федора Сологуба «Душа моя благослови». Их исполнил заслуженная артистка России, приглашенная солистка Большого театра «Сопрано» Яна Иванилова. И здесь нужно сказать, что она была первой исполнительницей этого цикла, Работу, над которым она вела вместе с композиторами. О Яне Иваниловой еще много что можно сказать. И вот мы с Кариной думали, какие еще вы играли, а их довольно много. И она участница множества программ. И пришли к выводу, что проще и правильнее сказать, что Яна Иванилова – это просто вокальное и гуманистическое чудо на нашей земле. Итак, музыку Валентина Сильвестрова исполняет Яна Иванилова. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Пожалуйста, друзья, вновь прибывшие занимаем места. И, пожалуйста, помним, что надо отключить мобильные телефоны. Сегодняшний концерт записывается. Заранее всех благодарю, но продолжаем. Следующий композитор Сергей Слонимский. Крупнейший российский композитор, пианист, музыковед, педагог, профессор. Что очень важно было в ту эпоху, и это все делалось не напрасно. Обладатель огромного количества званий, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки и Государственной премии Российской Федерации, член Союза композиторов СССР. И все это абсолютно заслуженно. Автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, камерной, вокальной музыки, музыки, кинофильмы. Театральный постановка. Абсолютный профессионал в своем деле. Однажды рассказывал в каком-то телевизионном интервью, помню я, я пишу, когда требует душа, то, что хочу. А когда мне заказывают, я должен написать «У кошки четыре ноги». И если это нужно сделать к утру, я это сделаю. И это тоже очень важная черта художника, который недавно, к сожалению, оставил у нас, но живет его музыка. И особое место в его творчестве занимает именно вокальная музыка. Сегодня мы услышим вокальный цикл на стихии Михаила Юрьевича Лермонтова. В нем три романса «Как небеса твой взор блистает», «Портрет» и «Я жить хочу». Исполнит романсы лауреат международных конкурсов, баритон Кирилл Банфилов. Исполнит романсы лауреат международных конкурсов, баритон Кирилл Банфилов. Исполнит роман 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 Кирилл Банфилов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пора, пора на свежком света Прогнать спокойствие туман Что без страданий жизнь поэта И что без бури океан Он хочет жить ценою муки Ценой томительных завод Он покупает небозвуки Он даром славы не берет Субтитры создавал DimaTorzok Наш следующий композитор Дирижер, декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Художественный руководитель хора студентов Петербургской консерватории Концертного хора Института культуры И женского хора Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова Член Союза композиторов России И Межрегионального союза концертных деятелей Художественный директор Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир» Все это о композиторе Сергея Екимове Он автор хоровых и оркестровых сочинений, инструментальных, вокальных ансамблей Духовной и светской музыки, акапелла, вокальных циклов Фортепианных и хоровых пьес для детей Музыки к спектаклям, обработок для хора русских народных песен Популярных мелодий, романсов и эстрадных песен и так далее, и так далее Сегодня мы услышим казачью колыбельную Из хорового цикла Сергея Екимова Три хора на стихи Михаила Лермонтова А исполнит колыбельную студентка Московской консерватории Сопрано Полина Шабунина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стаю сказы, матью сказки, песенку спору. Ты ж дремле, закрывши глазки, морюшки мои. Баба, ты ж ты будешь с виду и казак душой. Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой. Сколько барьких звёзд украдкой я в ту ночь пролю. Спей мой ангел тихо сладко, морюшки мои. Спей мой ангел тихо сладко, морюшки мои. Спей мой домица безутешно ждать. Стану целый день молиться по ночам гадать. Стану думать, что скучаешь ты в чужом краю. Спей мой ангел тихо сладко, морюшки мои. Спей мой ангел тихо сладко, морюшки мои. Дам тебе я на дорогу образок святой. Спей мой ангел тихо сладко, морюшки мои. 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 Масгел тихо сладко, морюшки мои. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, следующий наш композитор Дмитрий Суворов, выпускник Российской Академии Музыки имени Гнесиных, лауреат премии правительства Москвы, Всероссийского конкурса композиторов имени Шостаковича, это Санкт-Петербург, международного конкурса «Романтизм. Истоки и горизонты», среди сочинений моноопера «Марина» на собственные либретты, на текст из дневниковых записей Марины Цветаевой, «Философия природы», вокальный цикл для высокого голоса и симфонического оркестра на стихи Николая Заболоцкого, концертино для трубы и симфонического оркестра, два вокальных цикла для сопрано и фортепиано на стихи Ахматовой и Цветаевой, два струнных квартира. Сегодня мы услышим вокальный цикл из трех романцев на стихи Анны Ахматовой. «Не бывать тебе в живых», «Далеко в лесу огромном» и «На пороге белом рая». Все три стихотворения посвящены Николаю Гумилеву. 2021 год — это год-столетие со дня смерти Гумилева, великого поэта и, вы все, конечно, знаете, мужа Анны Ахматовой. «Не бывать тебе в живых», «Совстнику не встать», «Двадцать восемь штыковых», «Огнестрельных пять». «Горькую обновушку другу шила я, Любит, любит кровушку русская земля». Вокальный цикл Дмитрия Суворова на стихи Анны Ахматовой исполнит лауреат международных конкурсов, стажер молодежной программы Мариинского театра Екатерина Савенкова. Также в ее исполнении затем прозвучит плач Анастасии из оперы крупнейшего выдающегося российского композитора Андрея Петрова «Петр I». Андрей Петров не нуждается в представлении, но все-таки надо сказать, советский российский композитор, общественный деятель, народный артист СССР, лауреат двух государственных премий Союза СССР и Государственной премии Российской Федерации, кавалер Ордена Ленина, автор огромного количества произведений в разных жанрах. И, конечно, музыки и кинофильмы, вы все это прекрасно знаете. Но Петр I, одно из выдающихся произведений российского музыкального театра, продолжает традиции русской оперы, таких опер, как Иван Сусанин, Борис Годунов, Хабачина. И это не пустые слова, вы сейчас в этом убедитесь. Начало действия оперы Петр I притворяется вокально-симфоническим вступлением «Плачем Анастасии». «Чудная мать и земля, земля всевоспетая, удали тоску неизбытую, возроди милосердие вечное, оживотвори». Такова эпическая заставка оперы и одна из важнейших, по смыслу, тем этой оперы. Кстати, нужно сказать, если вы бывали в Петербурге на Каменно-Островском проспекте, может быть, вы даже проходили мимо и не заметили сад Андрея Битлова. Это очень аскетичное небольшое пространство, как своеобразная ниша, как будто детская площадка или просто место для отдыха. Вот эта аскетичность абсолютно, как мне кажется, и я бесконечно люблю это место, доводящее мне до слез, когда бываю там, очень отражает специфику петербургских художников, которые достаточно скромны в жизни и очень, и невероятно ярки в творчестве. Итак, вокальный цикл Дмитрия Суворова на стихи Анны Ахматовой и «Плач Анастасии» из оперы Андрея Бетрова. Петр I исполняет Екатерина Савенкова. Петр Иисусова Петр Иисусова Петр Иисусова Петр Иисусова Петр Иисусова Петр Иисусова Скорит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подарили белый крестик твоему отцу Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дмитрий Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Чitt NES И в заключение первого��� jewelry обращаемся к музыке Микоев Дривир Дейева Имя конечно знакомое всем, как и его музыка И ну что поделать Наибольшую известность Дривир Дейеву все таки принесла музыка кинофильму Прежде всего 17. Одновений сны и иронию судьбы велись легким паром Но все же Может быть помимо этого Дривир Дейвирсов написал Четыре балета, пять опер, камерные вокальные циклы, симфонию, три концерта для органа, два концерта для скрипки с оркестром и концерт для льда и струнного оркестра. И полностью музыкальное наследие Тривердиева еще не исключено из его архива. Сегодня мы услышим три романса Микаева Тривердиева. На стихи Беллы Ахмадулины «Пятнадцать мальчиков». На стихи Марины Цветаевой «Нежность» и на стихи Григория Божиняна «Я такое дерево». В романце «Нежность» мы услышим и некую перекличку с темой из кинофильма «Три тополя на блющихе», где также звучит песня «Нежность», написанная Александром Николаевым Пахмутовым. Ну, а исполнит романсы солистка камерной сцены Большого театра. И что особенно, кстати, ценно, обладатель первой премии, то есть победитель пятнадцатого московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиата-2020», которую безусменно возглавляет Галина Преображенская. Итак, встречайте нашу певицу Александра Майская. Пятнадцать мальчиков. А может быть, и больше, а может быть, и меньше, чем пятнадцать. Испуганными голосами мне говорили, «Пойдем в кино или музей изобразительных искусств!» Я отвечала им примерно вот что Мне некогда. Пятнадцать мальчиков Дарили мне подснежники Пятнадцать мальчиков Испуганными голосами Мне говорили, «Я никогда тебя не разоблю!» Я отвечала им примерно вот что Посмотрим Пятнадцать мальчиков Теперь живут спокойно Они исполнили Тяжелую повинность Отчаяния Слез и писем Их любят девушки Иные, красивее Иные, некрасивее Чем я Пятнадцать мальчиков Преувеличено свободно А поча злорадно Приветствуют меня при встрече Своё освобожденье Они приветствуют со мной При встрече своё освобожденье Напрасно Напрасно Ты ведёшь Последний мальчик Поставлю я твои Подснежники В стакан И море В стыльных степлех Обрастут Серебряными Пузырь Реками Но видишь ли И ты Меня разлюбишь И победив себя, ты будешь говорить со мной надменно, Как будто победил меня. А я пойду по улице, по улице. А я пойду по улице, по улице. Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю, И губы знавала темне твою. Сходили и гасли звезды, Откуда такая нежность? Сходили и гасли звезды, У самых моих очей. Еще не таки песни, Я слышала ночью темная тюрьма, Откуда такая нежность? Сходили и гасли звезды, Откуда такая нежность? Сходили и гасли звезды, У самых моих очей. Сходили и гасли звезды, Откуда такая нежность? И что же мне с нею делать? Луками ты не гасли звезды, Луками ты не нежность? Сходили и гасли звезды, И что же мне с нею делать? Сходили и гасли звезды, И что же мне с нею делать? Субтитры подогнал «Симон» 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 А я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, я не хочу, чтобы меня красили, пилили, сушили, нет, я этого не хочу, и не потому, что я лучше других деревьев, нет, я этого не говорю, просто, 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 просто я другое дерево, Я другое дерево, другое дерево, другое дерево, говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, а не в уголь зим, они долго горят, не старая, и это дает тепло. А я хочу длина, 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 Другое дерево, такое дерево, я другое дерево, я другое дерево, я другое дерево, такое дерево. КОНЕЦ КОНЕЦ Ну что же, вы догадались, раз Игорь Норказбекова покинул это место, значит, антракт. Мы отдыхаем, но потом приготовимся снова к продолжению нашего музыкального путешествия. Спасибо за ваш прием. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что этот год — год 150-летия Московской консерватории. Основные торжества уже прошли, но мы все-таки относимся к этому очень спиритетом. Особые чувства охватывают нас, когда мы приходим в Большой зал, которому 120 лет, в Малый зал, который даже чуть старше Рахманиновский, который раньше вообще не прилежал консерватории, но потом все-таки получил статус консерваторского зала, еще позднее был назван Рахманиновским, мы видели бюст, установленный при входе, кто не бывал здесь, кто бывал, наверное, тоже понимает, что в каждом зале есть какая-то своя удивительная аура, и то, что мы встречаемся здесь, это тоже создает определенную атмосферу. Итак, музыка нашего времени, мы продолжаем. Выдающийся армянский композитор — наш современник Тигран Мансурян и его вокальный цикл «Страна наири», написанный на стихе Вагана Амдерьяна. Сегодня мы услышим три романса из этого вокального цикла. Вот стихотворение, на которое написан первый романс в переводе Игоря Поступальского. Как сын Лаэрта, мудрый Одиссей, оставивший когда-то край родимый, прошел я далее суши и морей, всему чужой, угрюмой, нелюдимой. И вот, усталый, снова я приду в твоих полях земля моя родная, и древних скал приветствую гряду, и хижины древонные пугаю. Сирен напевы было суждено мне услыхать, я устоял пред ними. Ведь сердце, как пшеничное зерно в немой тоске, твое похоронило имя. В далеких странах, в городах чужих, с растерянной душой умел внимать я лишь звуком песен с детством неродных, ласкающих и нежных, как объятия. И вот теперь с сжигаемой тоской вернулся я, чтобы эти без напевья до самой смерти слышать над тобой и плакать, плакать в радостном волне. Исполнит цикл три романса из этого вокального цикла солистка Московской государственной академической филармонии Анна Абаян, которая сейчас появится на этой сцене, и вместе с ней создатель этого проекта, лауреат международных конкурсов и партии фортепиано в сегодняшнем вечере, Калина Погазбекова. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Аплодисменты 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 У меня, говорит, до сих пор слова последней арии, смотри, вот колокольчик, я сорвала Лазуревый, а мы, говорит, прекрасно, пускай сорняки и станут продолжением этого колокольчика в этом концерте. Вам понравилось? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Спасибо. 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 Причина, видимо, кроется все-таки в сложности, в философии какой-то музыкального языка и сложности для исполнителя. Вот сегодня мы услышим два номера из вокального цикла на стихе Марины Цветаевны. А на сцене появится вокалистка-певица, которая вообще работала во многих жанрах и со многими коллективами, с хрв-кпл имени Юглова, с ансамблем «Благовест». И, может быть, наиболее тесно сотрудничает с его оркестром под управлением Народной артистки России Светланы Безроздой. У нас все готово. Отлично. Итак, встречайте, Светлана Полянская и Карина Показбеков, конечно. Спасибо. Продолжение следует... 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 Чёрная... Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 金色无端无诗弦 一线一竹似花年 庄生小梦迷蝴蝶 一线一竹似花年 庄生小梦迷蝴蝶 往里春心脱渡堅 沧海业明珠有泪 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Блупу, приста, статуэн сил парте дэвстрат. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И до новых встреч! Спасибо, что сегодня снимали эти разные музыкальные картины. Спасибо, до новых встреч! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.